Поздравление с номинацией. Вот скажите, она для вас была неожиданной? Ну, наверное, да. Для любого киношника это сюрприз. Мы двигаемся вперед, мы как бы ставим цели, к которым мы двигаемся. Наверное, все-таки да, потому что титанический труд оценен большими профессионалами. Это киноакадемия. Наверное, это и престижно, и приятно. Скажите, а как вот вообще интересно человеку, не вовлеченному в этот бизнес, как попадает на глаза академикам та или иная картина? Как вот ваша картина попала им на глаза? Как они узнали вообще? Ну, во-первых, картина вышла в тройке самых больших фестивалей. И я думаю, что момент, что фестивали обратили внимание на этот фильм, потому что все-таки фильм был сабмитан на общих правах на эти фестивали. И главы фестиваля, директора фестиваля отметили важность картины, отметили титанический труд моей большой команды, которая работала над этим, международной командой, украинской командой, американской командой, британской командой. Это титанический труд, над которым мы работали последние полтора года. И они отметили важность картины, они отметили, опять-таки, насколько она хорошо сделана, насколько она передает ту реальность тех событий, тяжелую реальность, страшную реальность, но, с другой стороны, человеческую реальность тех событий. Наверное, вот эта тройка фестивалей, она уже помогла обратить на себя внимание, потому что мы открывали Венецианский кинофестиваль, где люди стояли, плакали и аплодировали практически, наверное, минут 10, когда фильм закончился. И Альберто, директор фестиваля Венеции, он подошел, и он долго жал руку, потому что он тоже был растроган всей этой ситуацией. Потом был Тель Рад, один из старейших фестивалей здесь, на нашем континенте, с американской премьерой, но с американской премьерой. И изумительные отклики, изумительные отзывы. Очень много членов Академии едет в Тель Рад, они были там, они уже заметили этот фильм там. Потом было Торонто, впервые мы попадаем в конкурс и выигрываем его, потому что на двух остальных мы были вне конкурса, в Тель Раде нет конкурса, а в Венеции просто нет документального конкурса, поэтому не были в конкурсах. А тут первый конкурс, мы сразу же выигрываем Торонтовский кинофестиваль, который тоже старейший и довольно престижный фестиваль, и голливудовской индустрии, и артистизма. Я думаю, что в первую очередь все три фестиваля, они отмечают и большой артистизм продукта, проекта. И в данной ситуации, наверное, элементы, которые помогли Академии заметить фильм. А потом все-таки не надо забывать, что Netflix дал возможность увидеть этот фильм по всему миру. Сначала мы открыли его в октябре в 50 странах, а на данный момент 190 стран имеют возможность лицезреть, впечатляться. И, наверное, обращать внимание, вот вы сказали, что вы сегодня не могли спать после фильма, а знаете, для меня, для киношника это важно, потому что проект, в который я вложил душу и сердце, в котором я жил последние полтора года, два года, он меняет что-то, он меняет мировоззрение, он меняет взгляды, и это очень важно. Но я действительно не могла спать после фильма, и вопрос, который я здесь подготовила, на который вы частично ответили, но я хотела бы, чтобы вы развили немного тему. На какую аудиторию рассчитан ваш фильм? Очевидно, что аудитория глобальная. Он глобальный, потому что я не смотрю на него как именно специфический ивент, который произошел в Украине. Я путешествовал по миру, я слышал отклики людей, которые, допустим, живут в Вильнюсе, в Прибалтике, и для них это как бы было воспоминание событий 91-го года, когда захват телебашни был, когда мирные люди погибли. Для них вот это было тем зеркалом в прошлое, на те события. Для многих здесь, в Америке, это было как бы зеркальное отражение того, как было создание Америки. Те, кто создавал Америку, создатели Америки, как они боролись за те же основные принципы, демократию, свободу, независимость. Потому что украинцы также боролись, сражали за ту же свою демократию, за ту же свободу, за ту же независимость. То же самое получается и здесь. Зеркальное отражение, за что фантинг фадес, основатели Америки, сражались. То есть, опять-таки, тоже американское поколение, молодое и старое, они видят вот там ту историческую динамику, которая была для основателей Соединенных Штатов. И египетская революция, и Arab Spring, события 2011-2012 года, Тахрир, тот же Майдан. Только там, и вот это вот, из-за того, что молодое поколение, которое вышло, и одно из движений, мусульманских движений потом, которое начало вместе с ними, а потом ушло, бросило их, и как бы своеобразно предало, тоже может видеться во всех этих событиях, только с разницей тем, что в украинских событиях они были все вместе. Площадь соединила всех, события соединили всех. Единение всех национальностей, всех социальных групп, всех динамических возрастов, религий и людей. Это единение сплотило и помогло им выстоять и победить. Допустим, в ситуации с Египтом, вот то, что они разошлись, то, что вот это распалось на разные кусочки, оно затянуло все это, оно не дало им выиграть ту ситуацию, тот момент, который начался там. Поэтому для всех это мировая история, которая для каждого человека в мире может акцентировать что-то из его родного дома, из того участка земли, где они находятся, где они живут, что близко им к сердцу. То есть Майдан в данном случае это собирательный образ какой-то? Абсолютно. Сначала давайте про название. Насколько я понимаю, сначала фильм назывался «Молитва за Украину», поправьте меня. Да, это было, это даже не фильм, это была первая версия, первый рафкат, который я сделал, это не был фильмом. Это был первый как бы рабочий монтажный вариант, первый, который я собрал, чтобы показать его здесь, нашим, я его собрал там. И он не был вышедшим фильмом, он был просто первой сборкой, как мы говорим, рафкат. И я его назвал «Молитва за Украину», потому что я почему-то для меня, для мальчишек, который был атеистом в России и вырос атеистом в России, потому что в свое время нам в школах преподавали атеизм, я обратил внимание на уникальность, что все религии были вместе, и никто не акцентировал, не тянул одеяло на себя и не пытался уговорить, вот, давайте верить в нас, потому что мы такие хорошие. Не было вот этого. И для меня вот это вот обилие и наличие всех религий вместе, оно, наверное, сыграло какую-то роль, и поэтому у меня был акцент на вот этом вот спирите духовности, которая присутствовала там. Присутствовала там, и, наверное, поэтому первый рафкат, вот эта рабочая версия монтажная, она, наверное, так и называлась «Молитва за Украину» с временным названием, и в нем был больше акцент вот на это. А потом фильм, начало и финальное название фильма, с которым он пойдет на «Оскар», «Зима в огне». А вот на ваш взгляд, это такая, во-первых, это было требование от Нетфликса, это такая голливудизация, или вы сами к этому пришли? Нет, я просто для себя понял, что когда я расширяю фильм, когда я расширяю его, когда я ввожу, допустим, предысторию Украины, предысторию, которая привела к Майдану, когда я ввожу какие-то другие элементы, я акцентируюсь на глобализации самого фильма. Я акцентирую его не на локализации только Украины, я его делаю глобальным, я его делаю для мирового зрителя. Я не почувствовал, как я, пусть аутсайдер, пусть человек, который пришел с Америки наблюдать, я был наблюдателем, хотя находился в первых рядах вместе с ними, и я был наблюдателем с другой стороны. И, наверное, для меня все-таки, находясь там, я многое уже осознавал и понимал. Плюс я знал всю историю, ту, что не знает западный зритель, ту, что не знает американский зритель. И поэтому я не почувствовал, делая вот эту первую версию, что очень много в этом не хватает. И вот когда мы глобализировали, сидя в Америке, с моим монтажером, глобализировали свои идеи, делая глобальным, и отвечая на вопросы, допустим, а чтобы американец, который вообще не знал, хотел бы узнать, какие вопросы могли встать в его голове, чтобы он мог осознать и понять, с чего начиналось, где вообще находится государство Украина, почему люди встали и стояли, почему каждый раз их били, их унижали, а они с гордостью выходили опять, почему кровь не остановила нас никого, и мы шли, возвращались, мы снимали, а они сражались, почему. И вот, наверное, все эти вопросы не хватали там, ответы. И вот тогда произошла как бы глобализация проекта, и тогда я почувствовал, что для меня это была действительно холодная зима, та зима, которая была в огне, в огне от пуль, потому что это по-русски огонь, когда идет стрельба, это огонь по-русски, в метафорическом смысле. И также это была огненная зима, это была зима в огне, когда горел Майдан, когда горело все около Грушевского, около стадиона, то есть вот этот вот огонь, который и согревал нас на Майдане, костры, вот эти бочки, которые мы топили, одновременно с этим вот этот огонь, который поглощал все, который поглотил Майдан, который поглощал и Грушевского, вот это вот все вместе, этот огонь под пулями, это все вместе для меня стала вот эта вот зима в огне. Вы говорите «мы», вы себя отождествляете с Майданом. Нет, я отождествляю себя с моей большой командой. Потому что я думаю, что вот как Майдан, это была большая семья, которая все вместе победила. То же самое, у меня ведь была очень большая команда, очень много операторов, ребята, которые на Майдане, две команды, Украстрим и Спильна Бачина, которые были, как говорят, с моей правой и левой рукой. Большая команда в Украине, Кинотур, Ледоен, которые помогли сбалансировать все форматы видео в один большой красивый фильм. Ледоен, где мы смогли смиксировать так звук, что ты ощущаешь себя действительно в центре событий, на площади. Большая команда в Америке, которая помогла сложить до конца этот фильм. То есть, действительно большие команды. И поэтому я отождествляю себя, это мы. Это не я, это мы. С точки зрения технологии производства, у вас ведь там были очень впечатляющие панорамные съемки всего Майдана, в частности, 31 декабря, когда это была съемка. Как вам удалось в такой ситуации, когда было очень много всего непонятного, да, были эти столкновения, но тогда они еще такие острые не начались. Как вам удалось это чисто технологические организации? Дроны. У меня и в конце фильма есть дрон, и в середине фильма есть дрон. У нас несколько дронов пропало, потому что их сбивали пулями, друзья, товарищи, как говорится. Но дроны, дроны. Потому что я говорю, в данной ситуации шла в ход вся технология, потому что нужно было запечатлеть каждое мгновение, каждую секунду. Никто же не знал, что дальше будет. Никто из нас не мог даже предсказать, что будет через минуту. И поэтому в ход шло любое оборудование. Мы начали, когда я приехал, мы начали с двух камкордеров, каналовских, с этими операторами, а потом были и DSLR, и GoPro, и таблетки, и телефоны, и профессиональные, и непрофессиональные оборудования, и дроны. То есть было все. Ну, очевидно, что у вас было очень много материала. У вас есть ощущение, что что-то важное не вошло, вам просто не удалось вместить в формат? Нет, нет, потому что потрачено было очень много времени на монтаж. Во-первых, первый вот этот вот рафкат, первая сборка первичная, на нее потратили полтора месяца, но 24 часа каждый день. То есть было три монтажера, и они посменно, в течение 24 часов работали на двух машинах, на двух монтажках, потому что собирались параллельно и от начала до середины, и от середины до конца, отбирались материалы. А потом была вот первая сборка после этих полтора месяца, и потом еще три с половиной месяца. То есть пять месяцев вот такой титанической работы. Когда вы показали фильм Netflix, опять же, насколько я понимаю, они поставили перед вами вопросы, на которые вы должны были ответить в этой картине, правильно? Они сказали, что я должен найти для себя те элементы, которые я могу рассказать глобальному зрителю. Те вот вопросы, которые я также вам сказал, те, которые не хватают любому зрителю, который не знаком с ситуацией. И вот я должен был сам для себя ответить на эти вопросы. Они не сдавались какими-то определенными спецификами и не ставили передо мной определенный. Вот список, вы ответьте, будьте добры, и тогда это. Нет, они дали мне, кстати, вот ту свободу. Я был поражен, что я впервые работаю вот так вот со студией. Я впервые имел полную независимость. Я могу сказать, что, положу руку на сердце, что впервые вот я ощутил эту свободу. И для меня это было очень важно, чтобы быть свободным в своей, как говорится, expression of artist, в своей свободе креатива, в свободе режиссера. Я впервые ощутил ее там, потому что ни я, ни Вилл, мой монтажер, никто из моих продюсеров как бы не ставил передо мной вот ты должен вот это, вот это, вот это. Нет. Они именно полагались на меня, потому что я единственный, кто был там. Я единственный, кто мог передать те события и рассказать ту историю, которую я видел своими глазами. И поэтому на меня были возложены очень много задач, в смысле того, что ты должен отразить то, как это было. Только рассказать это для западного зрителя, который не знаком с ситуацией. Вот такая вот задача просто была поставлена, и все. Чем вы руководствовались, выбирая главных героев? У вас их несколько повествователей, вот этих фильмов. Ну, у меня их много, у меня их в районе 20. Я думаю, что пройдя с этими мальчишками, девчонками все вот эти 93 дня, я для себя, во-первых, я проинтервьюировал больше 60, но я среди них отобрал для себя, наверное, тех, чьи истории уникальны, чьи истории могут являться каким-то посылом людям в разных точках земли. То есть, как бы свои вот такие вот универсальные истории, уникальные истории. Потому что тот же Ромко, 12-летний, для меня он был гаврошем. Ну, как был гаврош Виктор Гюго во французской революции. Вот так же Ромко был для меня вот этим гаврошем украинской революции. Многие сейчас сравнивают, допустим, с мюзиклом «Ле Миз». И да, там была «Крузет» в «Ле Миз», там были баррикады. Здесь это гаврош, это вот тот самый гаврош французской революции. Были вот эти вот уникальные люди, которые поразили меня своей, наверное, своей любовью к стране, своей любовью к народу, своей какой-то уникальностью. Сережкин Гаян, он был армянин, который первый погиб, он был уникален. Он был шай, он был застенчивый. Он не пытался вырисовываться, он любил помогать другим. Он читал стихи на украинском очень красиво, хотя родился на Горном Карабахе. То есть это вот эти вот уникальные люди, которые не пришли за пиаром, а пришли, чтобы быть вместе, чтобы они верили в будущее своей страны, хотели что-то изменить. Наверное, вот это одна из вещей, что у людей была вера в свое будущее, и то, что в их руках находится их будущее, которое они хотят изменить. Наверное, вот это вот было уникально для меня найти в моих героях и дать им возможность рассказать, что привело их сюда, во что они верят, что для них эти события, что для них окружающий мир вокруг них. Наверное, вот по разным вот таким вот критериям я выбирал их. Те изумительные люди, чьи судьбы поразили меня, чьи судьбы заставили меня остаться там до последнего, несмотря на пули, несмотря на холодную погоду, несмотря на все, что нас страшно это окружало, та кровь, которая была у нас у всех руках. И несмотря на все эти опасности, наверное, эти люди, они их величие, их вот эта вот жизненная стойкость, их патриотизм, он заставил меня стоять там до последнего и рассказать эту историю всему миру. У вас очень сильный посыл единства, но в то же время очень четко и ясно показано это противостояние, вот эти вот ряды Беркута. И также человечность. И также человечность. Вот я просто у вас хотела спросить о том, как вы решали для себя эту проблему, если она была, потому что в нескольких кадрах вы показываете лица беркутовцев, которые такие же молодые, такие же растерянные, фактически, как те, кому вот они противостоят, для кого они выстраивают вот этот вот заслон из щитов. Вот что для вас, как вы решали для себя эту проблему? По ту сторону ведь тоже были люди. Правильно. И мне хотелось услышать их мнение, вот этих таких же простых, которые противостоят. Но, к сожалению, они не могли говорить. Я думаю, что вот эти лица, про которые вы только что сказали, их глаза говорят сами за себя. Их молчание, их растерянность, их страх в этих глазах, он говорит сам за себя. И, наверное, поэтому, это одна из причин, почему я вставил их лица, почему я вставил их глаза. Потому что мне хотелось показать ту самую вторую сторону таких же простых людей. Никаких-то больших чиновников или политиков, которые каждый раз, когда я начинал их интервьюировать, начинали пиарить себя и рассказывать, какие они, какая у них партия, или что они сделали для всего этого. А именно простых. И, к сожалению, вот в данной ситуации Бергут не мог говорить. И вот их глаза, их вот эта вот растерянность. Я поставил фильм, чтобы показать вот эту вот вторую, как бы, сторону противостояния. Человечную сторону противостояния тоже. И, опять-таки, затрагивая человечность, наверное, это тоже один из факторов, который заставил меня остаться там и стоять до последнего. Потому что та человечность, которую я там видел, мы очень часто, говоря о войне, мы не находим там человеческие глаза. А тут я нашел человечность. Я никогда не забуду, когда был Океан Эльзы концерт в декабре, и тетушки пришли на Майдан, холодные, голодные тетушки. И ребята с Майдана обогрели их, накормили, все вместе смотрели этот концерт. А на завтра опять по разные стороны баррикад. Я никогда не забуду эти концерты, которые мои друзья из Майдан-пресс-центра, из Ничной варты, ночной дозор, Ничного арта Майдана, они делали каждую ночь, чтобы этим духовным теплом согреть людей на Майдане. Я никогда не забуду на изумительную реакцию людей на эти нечеловеческие законы 16 января, когда, как говорится, правительство попыталось сделать Майдан нелегальным. А люди, я не знаю, отреагировали с шутками, с прибаутками, со смехом на эти законы. Начали надевать кастрюльки, делим маски. То есть, может быть, в нашем современном обществе мы на такие бы законы стали сразу пиемесить и все такое. А там люди ответили вот с такой вот непревзойденной человечностью и юмором. Это изумительно, это поражает. Вы видели кадр? Девочка на пианино играет между противостоянием и полицией. Это изумительно, когда есть такие моменты, человеческие моменты войны. И, наверное, вот эта вот человечность она меня тоже поразила там. Я никогда не забуду, как... Помните Тремушкетера? А когда в самом конце у Дюма в первой части Атос Портос, Арамис и Д'Артаньян они под пулями пьют чай. Помните? Точно такая ситуация была в 20-х числах февраля. Мальчишки, бывшие десантники, чтобы поднять дух, одели простыни с крестами и наверху баррикады под пулями пили чай. Понимаете? Вот эта вот непревзойденная человечность она просто поразила меня. Когда на следующий день после того, как Гаврилюк был раздет и на Малрозе голые казаки прыгнули на баррикады и закричали «Вы не возьмете нас даже голыми и голыми руками не возьмете!» Понимаете? Вот эта человечность она поражала. Она влюбляла в этих героев. Вот вы, будучи влюбленными в этих героев, все-таки в конце фильма там идет строка о том, что это не конец. О том, что с Майдана началось много чего. Вот хотелось бы, наверное, точку поставить вот этой вот истории, которая, она страшная, история противостояния, но в то же время вот она красивая. Вы так, с таким вдохновением об этом говорите. Я говорю о человечности. О человечности. Но все-таки вот есть какое-то все равно, это многоточие, наверное. Органическая точка была поставлена в той первой главе, которую я показывал. Потому что для меня Майдан, наверное, это первая глава в истории Украины борьбы за их свободу. А глав их сейчас много. Это многотомник, у которого, к сожалению, еще пишется следующий том и следующий том. И я показал только первую главу в этой истории борьбы за их свободу. И, наверное, вот эта глава, она была настолько уникальна вот этим вот и человечностью, и вот этим вот объединением всех по духу, людей всех национальностей, всех религий. Потому что все религии были вместе под одной крышей. И никто не говорил я, 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 я. Не забывайте, когда мы, студенты, когда молодежь бежала в площадь 30 ноября посреди 4 утра церковь, отворив ворота, она не спросила, а вы верующие, а вы прихожане нашей церкви? Это уникально было, что на тот момент их не интересовало. Для них главное было спасти человеческие судьбы. И вот эта уникальность, она, опять-таки, я возвращаюсь к человечности, она была уникальна для меня. И поэтому, наверное, да, сейчас пишется еще одна глава, еще одна глава. Но органическая точка вот в этом противостоянии в первой главе победы, она поставлена. Потому что это противостояние в первой главе, оно вот этим вот единением, оно победило. Это единение, оно было уникально на тот момент. я его, я, который жил и в Израиле, и я американец, уже 16 лет здесь живу, оно, наверное, оно поразило меня, потому что я, который путешествовал, я делал фильмы в Индии, делал фильмы в Европе, снимал фильмы в России, в Белоруссии, американские фильмы, я в Америке снимал. То есть я никогда не видел вот такого вот уникального сюжета и объединения всех. И поэтому, наверное, для меня вот эта вот первая глава, она была настолько уникальной, но органическая точка была там поставлена для первой главы. Продолжение следует. А если бы вот вам сейчас предоставилась возможность снять продолжение, что бы вы снимали? А я тебе скажу, что я не буду снимать продолжение. Знаете почему? Есть очень много талантливых украинских кинематографистов, которые тоже могут сделать прекрасные проекты. Я не могу, я не активист, у меня нет никакой связи с Украиной, у меня много друзей сейчас, да, потому что они стали моей семьей. Но я никогда не был в Украине, я бывал до этого в Украине, но я никогда не жил там как гражданин или как кто-то, кто живет там или работает там. Я приезжал навестить друзей, у меня, сейчас у меня их много там, до этого у меня было всего несколько. И я думаю, что у меня нет таких привязанностей, не было привязанностей к Украине. То есть я пришел как аутсайдер извне, с Америки. Я был наблюдателем, который просто влюбился в то, что он увидел. Влюбился с точки зрения кинематографиста, в уникальность событий, в уникальность человеческих судеб, которые пришли туда и выстояли, несмотря ни на холод, ни на холодную воду, которую нас поливали, ни на полицейские дубинки, ни на газ, от которого у меня до сих пор астма, ни на пули, которые в нас летели, реальные, настоящие, тот огонь боевой. Поэтому, наверное, вот в это уникальное событие я влюбился. Я показал его, я сдокументировал его для истории. Но есть очень много других профессиональных кинематографистов там, которых я встретил, и у которых есть точно такая же уникальная возможность сделать что-то для своей страны. Я думаю, что я не могу забирать их хлеб и отнимать у них эту возможность. Они должны делать что-то, творить. А я должен продолжать свою судьбу и снимать другие истории, мировые истории, которые тоже затрагивают внимание, мировое внимание, другие человеческие судьбы, дать им возможность быть услышанными. А таких историй по миру очень много. Этот фильм на Нетфликсе, и Нетфликс недавно появился в России. Как вы думаете, фильм посмотрят в России? Смотрят, я знаю, что очень много смотрят. Вы слышите какие-то отзывы, что говорят? Очень много хороших, позитивных отзывов, но я вижу, что люди боятся их высказывать открыто. Хотя я вижу высказывания на Фейсбуке, и вижу какие-то открыто, какие-то закрыто, но люди высказываются. Если мы ненадолго вернемся к Оскару, есть такая теория о том, что Оскар политизируется в последние годы, особенно громко об этом говорили, когда операция Арго получила в 2013 году Оскара. Вам кажется, что политика становится, что киноакадемия уже не может, учитывая мировую динамику, оставаться в стороне от мировой политики сейчас? Я не согласен. Я думаю, что киноакадемия оценивает профессионализм, а не политику. киноакадемия стоит в стороне от политики, она оценивает профессионализм. Даже вот сейчас эта ситуация с Оскаром Тю Вайт, аргумент, который всегда стоял за академией, это профессионализм, а не политика, а не цвет кожи. И в данной ситуации это только, только, только профессионализм, потому что они профессионалы своего дела. Понимаете, вот та же группа актерского бранча Академии, она пару лет назад отмечала изумительных африкан-американцев, которые были в 12 лет, 12 лет, и в других фильмах. То есть, та же группа отмечала в прошлом году Сальму. Поэтому, это профессионализм, который эти люди отмечают, а не политику, цвет кожи, принадлежность к какой-то расе. Нет, это только профессионализм. Вы на Оскар собираетесь с мамой, насколько я понимаю? Она наверняка фильм посмотрела, вопрос, понравился ли он ей. Да. А, наверное, она эти 93 дня очень за вас переживала. Да, было такое. Что вы такое специальное готовите для церемонии, чего мы можем ожидать, когда мы будем смотреть Оскар? Ничего не готовлю. Ну, какая-то речь там будет традиционная. Ну, поблагодарю всех, кто верил в меня, кто доверил мне донести этот посыл до мира. Ну, последний вопрос не могу не задать про творческие планы. Вы же, наверное, смотрите уже вперед, есть что-то, роиться. Работаю над следующими историями. Работаю и на документальном кино, следующем, и над парочкой художественных, потому что я возвращаюсь обратно в художественное кино. Ну, что, Евгений, удачи вам. Мы будем с нетерпением и с душевным трепетом следить за церемонией и очень за вас болеть. Спасибо большое. Спасибо. 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 Спасибо.